Аргентинская сборная в Бронницах. Хавьер Саул, Себастьян Фест. Ланачион Аргентина, Аргентина. 12 июня 2018 года. Главный проспект в Бронницах окружен красочными плакатами с приветственными надписями по случаю приезда аргентинской сборной. Местный пейзаж оставляет желать лучшего. Низкие, полуразрушенные дома, серые пятиэтажные прямоугольные здания, без каких-либо претензий на оригинальность. Жилой квартал соседствует с муниципальными учреждениями. Торговый центр окружен грязными улицами и неаккуратными газонами. Если аргентинская сборная, выбирая это место, хотела отпугнуть своих фанатов, то и это сделать удалось. Привлекательно смотрится только православный соборный комплекс, построенный 322 года тому назад. Это гордость города. Рядом расположились пять автомобилей времен Великой Отечественной войны. И не более того. В Бронницах советский серп и молот все еще находятся в добром здравии. Однако благодаря чемпионату мира по футболу рядом с серпастым серпом теперь соседствует громадный портрет Леонеля Месси. На его фоне пять девочек-подростков, родившихся и выросших при Путине, делает селфи. Похоже, что Месси уготована судьба главного исторического героя города. Столь большое внимание ему уделено, потому что Россия не Бразилия и невозможно воспроизвести Капакабану на Красной площади. Это невозможно не только из-за разницы в географических и климатических условиях, но еще и потому, что жизнь в России подчинена строгим российским законам. Времена не изменились, а Бронницы по-прежнему остаются советским городом. В городе нет никаких аттракционов. Это другая планета. Если вдруг Соли Гэ захочет предоставить игрокам выходной день, то сходить им просто будет некуда. Тренировочный комплекс расположен между двух водоемов, Москвой и рекой Озером. Рядом находится промышленная и военная зона. Надо было обеспечить полную изоляцию игроков от внешнего мира. Бронница находится в 60 километров от Москвы. Поездка сюда из столицы на автомобиле может занять 3 часа, а может быть даже и больше. Так что аргентинским болельщикам, которые захотят поприсутствовать на тренировке любимой сборной придется выезжать за полночь. После напряженной недели проведенной в Испании и Исландии команда прибудет в Россию в пятницу, примерно в 21.00-15.00. Аргентинское время. Национальная сборная Аргентина выбрала тренировочную базу в Подмосковье наряду с командами из России, Португалии, Ирана, Франции, Перу, Германии, Мексики, Бельгии и Тунисе. Месси игроки будут размещены в гостиничном комплексе, на реставрацию которого было потрачено более 2 миллионов долларов. В комплекс входят гостиница, ресторан, центр здоровья и отдыха, конференц-зал, 3 тренажерных зала, игровая комната, бассейн, 2 гидромассажные ванны, 3 сауны и зоны отдыха. Хорхе Деся, Йорги Деся, один из помощников Сан-Паоле, посетил несколько раз этот тренировочный комплекс, пока не решил, что именно здесь будет размещаться аргентинская сборная. Хорхе Сан-Паоле побывал здесь во время товарищеского матча со сборной России. После окончательно принятого решения вся ответственность за подготовку тренировочной базы перешла в руки Федерации по футболу Аргентины. Этот касается подготовки инфраструктуры, мер безопасности, подготовки жилых помещений. Работа велась ударными темпами. Особое внимание было уделено местам проживания футболистов и подготовке футбольного поля. В холле здания, где поселится команда, установлены массажные кресла, теннисные столы и столы для игр в настольный футбол. На них футболисты будут отрабатывать тактические схемы. Везде надписи на испанском языке, в холле и даже в столовой гигантские фотографии игроков сборной. Игроки сборной Аргентины будут жить в номерах по два человека. Месси, Агуэра, Ансальди, Павон, Таглиофика, Месса, Кабалира, Армани, Гусман, Фасио, Дубала, Игуаин, Маскера на Биглио, Атаминде, Роха, Ди Мария, Лочельса. В одноместных номерах Бонега и Меркада.